Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. На три года лишения свободы в колонии усиленного режима осуждён украинец, перевозивший через Беларусь марихуану. В январе этого года на наркотик, который находился в рейсовом автобусе сообщением «Киев-Вильнюс», среагировала служебная собака. Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз подтвердили, что изъятое вещество марихуана, запрещенное к перемещению на территории Евразийского экономического союза зелья, было бережно упаковано в маленькие тубусы, запаянные с обоих концов. Находились они в личных вещах 31-летнего пассажира, который был задержан в пункте пропуска «Новая Гута». На суде свою вину обвиняемый признал, сообщив, что коноплю он собрал на пустырях в Житомирской области Украины. В Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили телесные повреждения. Одно из них произошло в Жлобине. Там водитель автомобиля «Мазда» на перекрестке не пропустил мотоциклиста. 10 апреля примерно в 16.00 30-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда», двигаясь по улице Полевая города Жлобина со стороны улицы Ковалева в направлении улицы Первомайская, при осуществлении маневра поворот налево не предоставил преимущества, не убедился в безопасности своего движения и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 28-летнего водителя, который двигался во встречном направлении со стороны улицы Шоссейная, по улице Полевая. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован. За прошедшие сутки сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области было выявлено 641 нарушение правил дорожного движения. Из них 8 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 14 сели за руль без прав. В рабстве кольца. Ельские спасатели помогли жительнице райцентра снять ювелирные украшения, спровоцировавшие отек пальца. Работники Ельского районного подразделения МЧС выезжали в частный дом в микрорайоне Фабричный. У 40-летней жительницы на безымянном пальце правой руки были надеты два кольца, и снять их самостоятельно она не могла. Спасателями при помощи специального оборудования и капроновой нити кольца были сняты. Состояние женщины удовлетворительное, в госпитализации не нуждается. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.